Сергей Юрьевич Дубровин. День добрый, Сергей Юрьевич. Здравствуйте. Как вам сегодняшний матч? Что удалось, что не получилось у ребят? Ну, во-первых, я бы хотел, конечно же, поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня были в такой пасмурный день, холодный. Я надеюсь, что они получили удовольствие такое же, как и я, от игры. Да, не отчеты именно от игры. Были моменты, были атаки как на одни, как на другие ворота. Так что матч получился, я думаю, очень интересный, кубковый. Я думаю, что он многим понравился. А что касается игры, ну, конечно, получать гол на 20-30 секунде, это ни в коем случае никак не годится. Но, опять же, там парни сразу же поднялись духом, да, не упали. Играли и играли все остальные 90 минут, за что я их тоже поблагодарил. И вообще, в принципе, я бы хотел сказать, что и поблагодарил ребят за то, что вот этот кубковый период, да, который включил в себя 5 матчей, это получились матчи все очень крутые, да, с моментами, с голами. Ну, единственное, вот, конечно, Первая лига и Премьер-лига нам не удалось забить. Но мы очень этого хотели и хотели забить. И я думаю, что я благодарен ребятам за матч. Есть такое слово на Букупе, пенальти называется. Что нам с ними делать? Ну, да, тяжелый момент такой, пенальти. Не забитый, вернее, пенальти. Пенальти-то это, бывает, очень хороший момент. Но не забитые пенальти, они, конечно, откладывают отпечатки, да. Но на тренировках бьют, запевают. Ну, одно дело на тренировках, а другое дело совсем в официальном матче, да. Ну, что делать? Да нужно просто набрать свою уверенность и хорошо пробить, забыться от всего и пробить хорошо. Хотя по силе сегодня мне, ну, как сказать, понравился удар, ну, естественно, по точности нет. Забей, да, и поменялся. Хотя и после пенальти парни не бросили играть. Мы пытались прессинговать, мы много отнимали мячей впереди. И, конечно, Урал, ну, та команда, которая все равно найдет моменты свои, они их нашли. Во втором тайме мы чуть больше раскрылись. Ну, и, как говорю, кроме пенальти у нас были и моменты, и подходы, и опасные моменты, и опасные удары. И я считаю, что все увидели, что мы хотели сегодня забить голод, да, и не только с пенальти. Десять лет не было игр с командой РПЛ, российской премьер-лиги. И вот если вспоминать игру в Грозном и сегодняшнюю игру, вот ощущения Сергея Дубровина с позиции десятилетней давности. Фуф, ну, опять же, в раздевалке после игры был такой разговор, это были мои слова, и сейчас я их могу передать, в принципе, да, именно эти слова могу передать. Что этот путь кубковый, да, я им благодарен и хотел бы запомнить, чтобы они запомнили вот эти ощущения, да. То есть сегодняшняя игра, это, как сказать, ей предшествовало четыре игры, да. И вот какие ощущения они сегодня испытали, удовольствия, да, какие, которые именно от игры испытали они, играя с хорошей командой. Вот они запомнили навсегда, да, и это есть к чему стремиться, это стоит проходить каждый год и также стараться и выкладываться каждый раз там в игре, да, чтобы проходить как можно дальше. Если мы берем, говорим о кубке, да, вот, ощущения были, ну, прекрасные. Ну, опять же говорю, и болельщики болели, они там, благодарили команду за вот этот путь, да, из пяти игр, вот, конечно, они видели, что мы хотели пройти дальше, но как случилось, так случилось уже, поэтому, ну, все молодцы. Хватит ли силенок на игру в воскресенье с Шинником? Ну, у нас, конечно же, есть состав, у нас не только, там, 12-13 человек, у нас есть больше состав, нам нужно восстановиться. Да, сегодня тяжелое поле, мягкое поле, многих уже сводило ноги, но мы играли, опять же, еще раз говорю, мы не сидели в обороне, мы играли в футбол и пытались Урал прессинговать. Вот, и когда-то он выходил, когда-то мы там отнимались, создавали какие-то моменты, да, вот, но восстановить, конечно, мы постараемся, приложим все усилия для того, чтобы восстановить ребят и с Шинником так же будем играть. Удачи и побед, Сергеевич. Спасибо большое.